Всем привет! С вами Татьяна. И сегодня мы будем тянуть нижнюю часть тела. Вы закончили свою тренировку на ноги. И сейчас самое время потянуться. Итак, мы начнем с самой простой растяжки. В первую очередь нам нужно потянуть переднюю поверхность бедра или квадрицепс. Упор только на одной ноге. Обхватите себя за носок и приблизьте пятку к ягодице. Важный момент. Слегка садните опорную ногу. Толкните таз вперед, сожмите ягодицы как можно сильнее. Убедите, что колено направлено точно вниз. А при этом грудная клетка расправлена и направлена вверх. Из-за этого положения вы медленно можете начать отводить колено слегка назад. Если вам нужно растянуть переднюю поверхность бедра слегка, сильнее, чем обычно. Но вполне достаточно только такого положения. И затем поменяйте ногу. Направьте колено вниз, сожмите ягодицы, таз толкните вперед. Старайтесь удержать положение равновесия. Если вы не можете это сделать, вы можете держаться за стену, вы можете держаться за какой-то предмет. Главное, чтобы вы были достаточно устойчивы. Отлично. Вы потянули переднюю поверхность бедра. Теперь самое время потянуть ягодицы. Из этого положения толкните таз назад и сместите его в сторону. Это позволит растянать ягодичную мышцу и напрягать за широкие фасции бедра. И затем в другую сторону. В каждом положении вы остаетесь примерно на 10-30 секунд. Здорово. Теперь самое время потянуть заднюю поверхность бедра. Согните опорную ногу. Другая нога будет абсолютно прямая. Толкните таз назад и слегка наклонитесь вперед. Важно не округлять спину. Расправьте плечи. Потяните лопатки вниз. И наклоняйтесь вниз до момента, пока не почувствуете натяжение задней поверхности бедра и подколено. И затем просто поменяйте сторону. Если вы хотите усилить натяжение, вы можете направить носок ноги по направлению к телу. Вот так. Отлично. Если это положение дается вам тяжело, то невероятно, если вы захотите иметь, например, как у меня, степ-платформу или, может быть, даже что-то выше, может быть, стул, куда вы сможете поставить ногу и потянуться. Следующая мышца, которую нам нужно потянуть, это кипсакция или сгибатель бедра. Для этого вы делаете шаг назад, слегка согните опорную ногу, сожмите ягодицу и толкните таз в ее. Вот это небольшое растягивание короткой мышцы поможет вам избежать неприятных ощущений в области паха. И затем просто разверните в другую сторону, повторите упражнение. Разверните колено, таз столкните вперед, сожмите ягодицы и почувствуйте натяжение примерно в области паха. Теперь нам важно потянуть икроножные мышцы. Для этого выполните шаг назад, держите стопы параллельно друг к другу и опустите паху вниз. Чтобы почувствовать натяжение больше, вы можете слегка наклониться вперед. И затем вы меняете сторону. Стопы параллельно друг к другу, пятка вниз и небольшой накладок вперед. И вернитесь в исходное положение. Отлично. Я думаю, что на этом мы закончим наш стрейч. И я жду вас на тренировку. Уже где мы будем выполнять стрейч, лежа на полу. Или так называемого портей. Ну что же, всех целую. С вами была Татьяна. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok